Открытое первенство Южного федерального округа по теннису – один из сильнейших турниров в стране. Географию участников впечатляет от Калининграда до Дальнего Востока. В этом году за титулы чемпионов Юга России борются более 100 спортсменов. Возраст участников от 9 до 14 лет. На первенстве немало сочинцев. По традиции именно они являются фаворитами соревнований. Но их коллеги по цеху готовы дать бой своим конкурентам. Соперники очень сильные, слабых здесь нет, поэтому битвы будут большие, долгие. Но надеюсь, что я выиграю. В этом году турнир проходит в новой теннисной академии на базе «Адлера-арены», что привлекло еще больше участников. Да и на закрытых кортах играть спортсменам куда удобнее. По своему опыту я очень много турниров провожу с открытием академии. То есть в связи с тем, что появились хорошие условия, когда мы не зависим ни от погоды, ни от каких-то других внешних факторов. То есть люди приезжают с удовольствием сюда, с удовольствием играют. Потом очень хорошие отзывы о турнире. То есть очень приятно такое слышать. На первенство приехало много постоянных участников. Как выяснилось, сменить уличные корты на закрытые площадки ребятам не так легко. Поэтому квалификационные матчи могут стать большим преимуществом. Квала, я думаю, играть надо, потому что больше опыта наберешься и прибьешься быстрее. Мне кажется, у меня больше преимущества. Потому что многим сейчас, например, не даю тренироваться, потому что первый-второй запуск тренируется. То есть как бы я уже прибилась. И думаю, у меня как преимущество над моей соперницей. Открытое первенство Южного федерального округа будет проходить в Сочи до 7 февраля. Тогда же и станут известны имена победителей. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.